Продолжаем выпуск. Год назад, 3 июля, в Ржевском, Старецком, Кимрском и Зубцовском районах был запущен второй этап новой модели пассажирских перевозок. За это время автобусами транспорта Верхневолжья в четырех муниципалитетах воспользовалось более 11 миллионов пассажиров, а на линиях работает 114 автобусов. В нашем следующем репортаже мы расскажем о необычной трудовой династии среди водителей, которая трудится в Верхневолжском АТП. Слово нашему корреспонденту. Юрий и Владислав Хрящевы – отец и сын. Оба работают в Верхневолжском АТП с самого начала запуска новой модели пассажирских перевозок. Сначала ездили по пригородным маршрутам, а сейчас выполняют междугородние перевозки. За плечами Юрия Владимировича богатый трудовой стаж. Почти 35 лет он работает водителем. У меня отец работал тоже водителем. Тоже так же. Все время с ним. Все время за рулем, все время на работе. Так вот втянулся, так и остался. Людей возить это надо кому-то. То, если не мы. Так что, пока нравится. Я сейчас работаю на межгороде. Ржев, Осташков, Зубцов. А так весь пригород, все и работал. На городе начинал. На городе здесь в 98-м году. Потом на полиэтиле, в частной организации работал. Сын Юрия решил пойти по стопам деда и отца. Как признается Владислав, работать с отцом намного проще. Он всегда поддержит, проконсультирует и даст совет. Попроще, конечно же. Коллеги всегда помогают. Но отцу ты можешь все-таки почаще позвонить. Там посреди ночи можешь позвонить, спросить, задать какой-нибудь вопрос, всегда ответить. Ну, попроще. Что-то он знает, что-то я где-то там узнал. Ну, по технике в основном. Все же как-то не сразу же. Все приходит с опытом. Каждый рейс – это отдельная история. Постоянная смена обстановки, жизнь на колесах. Однако, как рассказывает Юрий Хрящев, лучше выполнять рейсы по разным маршрутам. Так интереснее. Когда один маршрут, он приедается. И как там лучше менять как-то. Интереснее. Люди разные. Общение с пассажирами. Все-таки техника нормальная. По сравнению с тем, что было, мы начинали в 90-е годы. По сравнению с тем, что было, мы начинали в 90-е годы. По сравнению с тем, что сейчас все-таки современное. Приятно, комфортабельно. Все. Люди довольны. Всегда спасибо. До свидания. Пожалуйста. На вопрос, где чаще всего встречаются Владислав уверенно отвечает, что на работе. По 450 километров в день мы ездим. Почти что. В Тверскую область уже посмотрели. Сегодня там, допустим, он одним временем поехал, завтра я этим же поехал. И вот так по кругу мы. Своей профессией отец и сын довольны. И в ближайшее время менять ничего не планируют. Тем более, что для работников Верхневорского АТП предоставляется полный соцпакет и организуется досуг. К слову, в ближайших планах регионального правительства внедрение новой транспортной модели в Вашневолодском городском округе, Торжокском и Балаговском районах.